Должны издаваться характерные щелчки. Запрос на включение кондиционера. У нас датчик. Всем привет, друзья! Сейчас я вам расскажу, как правильно действовать, если у вас не работает кондиционер. Для начала разберемся в салоне. Наша кнопка запускает компрессор только если включен обдув вентилятора салона. Это наблюдается также... Вот мы включаем кнопку даже на выключенном зажигании, убираем скорость, кнопка у нас отрубается. То есть вентилятор должен работать на всех режимах, а кнопка должна гореть. Кстати, на некоторых моделях с климатическими установками, с климат-контролем, отсутствие любой скорости может повлиять на включение кондиционера. В частности, на сцене на втором, даже без климат-контроля, без первой скорости, кондиционер у вас не запустится. Это важно. Следующим этапом необходимо проверить давление в системе. То есть наличие фреона. Это делается на заправочных станциях. Подключаем манометр, смотрим давление. Давление должно быть не менее 5 бар для запуска компрессора. Также не забываем, что если у вас была серьезная утечка фреона, необходимо дозаправить компрессорным маслом вместе с фреоном. Это связано с тем, что при резкой разгерметизации системы фреон подхватывает масло и выгоняет его. Общий объем у нас 135 мл. То есть большую часть фреон выгонит масло. Это важно. Поэтому, если бы у вас был подобный опыт полной утечки фреона, и вы просто заправили фреоном, задумайтесь о том, чтобы залить масло в компрессор. Третий момент. Электронный блок управления двигателем запускает наш компрессор при соблюдении определенных условий. Одно из них – это показания датчика давления фреона. Чтобы проверить, какие показания у нас дает датчик давления фреон, нам необходимо подключить сканер, зайти в блок управления двигателем и посмотреть. Зашли в блок управления двигателем, обязательно проверяем отсутствие ошибок и затем смотрим параметры. Нас интересуют показания датчика давления фреона. Вот у нас датчик давления в системе кондиционера. У нас показывает 6 бар. Это говорит о том, что наш датчик исправен, система заправлена. Если у вас здесь значение 0, а система вы проверили, давление есть. Сейчас расскажем, что делать. Если, например, речь идет о автомобиле Logan 1, то датчик у нас находится в нижней части. Также мы прямо в этом же месте практически расположены на вторых меганах, на ценниках вторых, на символах. Напомню, что в датчик мы лезем только после того, как убедились, что система у нас закачана. Вот у нас датчик. Разъем снимается, вгибается флажок, вытягиваем разъем в сторону. Повторюсь еще раз. Из-за неудачного расположения этого датчика у нас много попадает, часто попадает туда вода, и контакты коррозируются. Также при мойке радиаторов снимает бампер, когда моет, его иногда отсоединяет, заливает водой, не продувает. Как обезопасить себя от окисления контактов? Мы используем смазку очиститель электроконтактов. Она отлично обволакивает их и вытесняет в итоге воду. Перед тем, как ее использовать, обязательно продуваем контакты, затем наносим, не жалеем, и на разъем, и непосредственно в сам наш датчик. И не сдувая, прям одеваем наш датчик. Таким образом мы предотвращаем на будущее воздействие коррозии на наши контакты, и это очень хорошо. Убедились, что датчик у нас исправен. Следующим этапом проверяем цепь от органа управления включения кондиционера до нашего блока управления двигателем. Как это сделать? Нам опять придется подключить сканер, зайти в параметры и посмотреть такой параметр, как запрос на включение кондиционера. В моем случае он AC Command. Значение сейчас выключено. Далее мы запускаем автомобиль, нажимаем кнопку, включаем вентилятор, значение должно поменяться на включенное. Если у нас значение не меняется при нажатии кнопки, ищем цепь от нашей кнопки, грубо говоря, до блока управления двигателем. Пятая проблема может быть в муфте включения компрессора и кондиционера. Чтобы нам проверить муфту как следует, нам необходимо опять подключить сканер и сделать тест. Нам необходимо зайти в меню тест исполнительных механизмов, найти реле включения кондиционера и вызвать эту функцию. Нажимаем пуск. Должны издаваться характерные щелчки. Если мы щелчков не слышим, обязательно проверяем питание. Питание лучше проверять с нагрузкой, то есть с какой-нибудь лампочкой, не просто тестером, так как бывает где-нибудь небольшие окислы и не хватает на включение. Если питание приходит, проверяем обязательно муфту. Ее можно прозвонить тестером на сопротивление. Если питания нет, ищем цепь, прозваниваем цепь, проверяем предохранитель. Следующим этапом нам необходимо проверить наш вентилятор охлаждения двигателя. Нашим вентилятором, включением нашего вентилятора, управляет блок управления двигателем. Он его запускает либо по показаниям датчика температуры двигателя, либо по показаниям датчика давления фреона. При включенном компрессоре и достижении около 10 бар давления фреона, у нас запускается первая скорость вентилятора. Она у нас скидывает давление. Соответственно, следующим этапом нам необходимо проверить, что наличие двух скоростей у нашего вентилятора. Иначе при отсутствии первой либо второй скорости у нас давление может повышаться до больших значений. Это приведет к повреждению компрессора, дополнительной нагрузке на двигатель и так далее. В нашем случае вот у нас есть активации команд. Вот у нас первая скорость, низкая она называется. Запускаем ее и слушаем, запускается ли вентилятор. Если у вас нет первой скорости, пользоваться кондиционером вам нельзя. Обязательно надо ее восстанавливать. Ролик по восстановлению первой скорости есть на канале. Мы там рассказываем, почему она отсутствует и все нюансы. Запускаем теперь вторую скорость. Также она обязательна для эксплуатации нормальной автомобиля. Также не забываем, что вентилятор включается и ему нужно сбросить давление. Поэтому нам очень важно, чтобы радиаторы и сами соты на обоих радиаторах у нас были чистые, не забиты грязью. Иначе у нас будет постоянный рост давления. Мы запустили автомобиль. Включаем кондиционер и следим за ростом давления. Мы видели, что изначально у нас было 6 бар. Как только включили компрессор, у нас поднялось давление до 11. Оно у нас будет постепенно расти. И тем сильнее у нас забиты радиаторы, тем быстрее у нас набирается давление. И выше давление будет. Итог нашей вот этой вот последней проверки следующим. Температура в нашем боксе где-то 25 градусов. Плюс, естественно. Мы видим, что давление... Абсолютно чистые радиаторы. Мы видим, что вентилятор на первой скорости у нас скидывает давление, которое колеблется от 11 до 12 бар. Нормальное давление, при котором наша система будет отлично холодить. Кстати, тут можно сказать еще о одной неисправности, которая часто возникает. Если у нас, например, неисправен датчик давления фреона и показывает очень большое давление, там где-то за 15 бар, то у нас вентилятор будет включаться аварийно. Даже если кондиционер будет выключен и двигатель не прогрет до рабочей температуры. Также нам важно еще одно условие, которое должно быть соблюдено для запуска компрессора. Это, конечно, холостые обороты. Часто можно наблюдать ситуацию, когда кондиционер-компрессор щелкает на холостых, то есть включается-выключается постоянно. Иногда это связано и с давлением, иногда связано с оборотами. Именно оборотами. Хочу подвести небольшой итог, скомпоновав все то, о чем я говорил. В салоне мы только делаем запрос на включение кондиционера, тем, что у нас лампочка сгорается, либо значок AC. Дальше все делает наш блок управления двигателем, и в случае климатической установки она. То есть блок управления проверяет все условия и подает питание на реле включения срабатывания муфты. Муфта у нас срабатывает, электромагнитная. Пластина прижимается, и компрессор начинает качать фреон по системе. Давайте посмотрим, как это происходит вживую на исправном автомобиле, как у нас клацает муфта. Друзья, обязательно напишите комментарии по своему опыту ремонта кондиционера, заправки. И вообще, кто-нибудь доливал вам масло в компрессор или нет при заправке. Интересно статистику посмотреть. Ну и не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. Прямо сейчас можно поставить, чтобы... Всем пока, ждем новых видео.